с электрослабой симметрией и получаем наблюдаемые явления вот эта электрослабая симметрия это очень большая симметрия которая изначально закладывается в модель но в нашем мире ее нет то есть в нашем мире она нарушена и поэтому если мы хотим с помощью стандартной модели описывать наш мир мы должны хоть как-то каким-нибудь способом ввести спонтанное нарушение электрослабой симметрии и вот по этой линии на самом деле проходит граница между тем что мы уже знаем точно и тем, чего мы еще не знаем мы пытаемся найти на коллайдерах в экспериментах в неускорительных экспериментах и так далее значит вот этот механизм можно строить по-разному тот механизм, который нарушает электрослабую симметрию можно строить по-разному у разных вариантов есть куча предсказаний они отличаются друг от друга но пока мы не обнаружили еще никаких прямых экспериментальных доказательств свидетельств в пользу какого-либо из них и вот в этой ситуации теоретики поступают очень просто поскольку эксперимент пока еще не закрывает все эти разные варианты давайте просто понафантазируем Придумываем кучу моделей, а потом будем сравнивать их предсказания с реальным миром. На самом деле это не глупое занятие, потому что мало ли какой сюрприз нам природы преподнесет, мы должны быть во все оружии, когда мы начнем анализировать данные, например, Большого Адронного Коллайдера. Так, значит, вот смотрите, здесь я сначала хотел одну вещь рассказать, но я, наверное, не буду ее рассказывать, я ее потом расскажу. Я сразу перейду к тому, что называется двухдублетная модель. Двухдублетная модель, это, наверное, одна из самых простых моделей Хиггсовского механизма за пределами стандартной модели. Вот смотрите, давайте вспомним, что было в стандартной модели, какой Хиггсовский механизм был в стандартной модели. Значит, мы говорим, что у нас должны быть какие-то Хиггсовские поля, которые цепляются к частицам, к калибровочным бозонам, и которые имеют такой хитрый потенциал взаимодействия, что не равен нулю в минимуме. Примеры таких потенциалов вы уже сегодня видели. Оказывается, одного этого факта достаточно для того, чтобы хорошим, красивым образом, не нарушая никаких калибровочных симметричных свойств, давать массу калибровочным бозонам и фермионам. На самом деле, если подумать, то мы сейчас возлагаем на Хиггсовский дублет здесь почти что непосильную задачу. Ну, посильную, но на грани. Мы заставляем один Хиггсовский дублет выполнять сразу все задачи, которые от него требуются. И пытаемся совместить это друг с другом. То есть, на самом деле, нам надо дать массы калибровочным бозонам, нам надо дать массы к фермионам. И вообще-то желательно еще объяснить другие вещи, которые в стандартной модели не очень объясняются. Например, иерархию масс фермионов, ну, может быть, там, в чем-то частиц тюмноматерии как-нибудь отсюда вывести и так далее. В стандартной модели, когда у нас есть только один Хиггсовский дублет, в общем, ничего этого мы не можем делать. То есть, мы минимально нарушаем электрослабую симметрию, по минимуму выполняем задачи, которые от нас требуются, и больше ничего не можем делать. Вот. Если же идти за пределы стандартной модели, то тут возникают разные варианты, иногда очень красивые, интересные идеи, которые позволяют нам решать некоторые проблемы, которые оставались без ответа стандартной модели. Вот. Значит, что такое двухдублетная модель? В общем-то, это очень простая идея. Мы берем Хиггсовский дублет и просто берем несколько его поколений. Например, два. То есть, вместо одного поколения берем два поколения. Почему именно два? Значит, мы здесь не обсуждаем. На самом деле, здесь тоже можно смотреть с разных точек зрения. То есть, есть какие-то высокие теории, которые предсказывают, что должно быть, скажем, там, по крайней мере, два Хиггсовских дублета. Например, в суперсимметричных теориях должно быть два Хиггсовских дублета. А можно смотреть с другой точки зрения. То есть, вот, давайте просто изучим, поскольку Хиггсовский сектор мы еще экспериментально не знаем, давайте изучим просто все варианты, которые здесь возможны. Вот. И выясним, что, в принципе, бывает при неминимальных Хиггсовских моделях. Вот. Значит, когда у нас есть два дублета, то у нас каждый из дублетов, вот мы стандартно назовываем, фи-1, вот, верхний компонент, а нижний компонент, верхний мы называем как беззаряженный, нижний нейтральный. Вот это условное возначение, но оно полезно, чтобы не путать компоненты. Вот. Все это есть для первого дублета, для второго дублета. Значит, это дублеты, которые просто копируют друг друга. У них одинаковые квантовые числа, они одинаково цепляются к калибровочным бозонам, вот. Они как-то цепляются к фермионам, и здесь уже начинается свобода построения, и, конечно же, они как-то цепляются друг с другом. Здесь, на самом деле, возникает очень много разных вариантов, очень много свободы в построении теории. Вот на всякий случай, если вы задаете себе вопрос, а почему именно так, да, я вот еще раз скажу, что когда мы строим теорию, мы действительно исследуем разные варианты, которые мы можем придумать. Здесь мы пока не ограничиваем себя экспериментом. Эксперимент нас пока ничем не ограничивает здесь. Мы строим разные теории, и мы смотрим, какие последствия в них возникают. Вот. Здесь перечислена пара основных, ну, таких, научных мотиваций, почему вообще люди так активно изучают эту модель. Эту модель изучают уже почти 40 лет. Вот. Тем не менее, до сих пор появляется публикация, там много чего интересного возникает. Вот. Давайте сразу поймем, вот, буквально на этом слайде, на определении двух дублетов, что нас будет ожидать. Значит, когда у нас есть один Хиггсовский дублет, у нас было два поля, да, верхнее и нижнее. Каждое из этих полей – это комплексное поле. То есть, если считать вещественные степени свободы, у нас было два вещественных степени свободы здесь, две здесь, то есть четыре степени свободы, четыре вещественных поля. После нарушения симметрии три из них использовались для того, чтобы придать массу трем частицам. Дубль В плюс, дубль В минус и З. И оставшееся поле, одно единственное, оставалось настоящим Хиггсовским бозоном, тем бозоном, по которому идет речь, когда вот люди его ищут на коллайдерах. Сейчас у нас уже не четыре степени свободы, а в два раза больше – восемь. То есть, у нас есть четыре комплексных поля, то есть, значит, восемь вещественных полей. Но механизм, он тот же самый, то есть, мы все по-прежнему отдаем три степени свободы W плюс, W минус и Z. И поэтому у нас остается пять степеней свободы в Хиггсовском секторе. Значит, эти пять степеней свободы остаются даже частично вот в заряженных скалярных частицах и есть несколько в нейтральных. Вот стандартная ситуация, которую люди получают, когда они эту модель начинают изучать, это то, что при этом возникает пять физических таких Хиггсовских бозонов, из которых два заряженных, это Хиггс плюс, Хиггс минус и три нейтральных. Эти нейтральные обозначаются по-разному, но можно просто представить себе H1, H2, H3. А плюс что означает? Заряженный. Нет, вот в столбике. Здесь это условное обозначение заряженности. Почему? Если Т3 положительно, то, казалось бы, и заряд должен быть положительный по формуле Т3 плюс У пополам. Если что, еще раз? Ну, электрический заряд выражается через третью компоненту слабого изоспена, а у верхней компонента, дублета, она больше. Поэтому он должен быть положительно заряженный электрически. Ну, это все с точностью до общего СУ-2 преобразования, то есть? Да, с точностью до У. А тогда Фи-0 что означает? Фи-1, Фи-2-0? Нейтральный. Вот это нейтральный, это заряженный. То есть в дублете у нас есть разница зарядов в любом случае. Потому что есть верхний компонент, а изоспена, нижний компонент изоспена. Поэтому если мы пересчитываем вот так, то получается, что верхний должен быть положительно заряженный, а нижний нейтральный. А можно вопрос сразу? Они заряжены по одной У-1 или по двум разным У-1? Значит, группы здесь, группы те же самые. То есть это стандартная модель, то есть это группа У-1 по виперзаряду и это СУ-2 по левому взаимодействию. Нет, электрический заряд предполагается, что это генератор У-1 преобразованный. Ну, того же самого электрического, который раньше был. То есть с точки зрения калибровочных взаимодействий мы ничего не меняем. Мы просто чуть усложняем структуру этого скалярного сектора. Вот. Значит, ну и смотрите. Вообще, я говорю, здесь можно писать много, но давайте рассмотрим просто подробно вычисления, которые можно прямо сделать на бумажке без проблем. Для какой-нибудь такой более-менее простой, но тем не менее интересной модели. Вот смотрите. Нам надо сейчас написать хиксовский потенциал. Раньше это была очень простая величина, состоящая из двух слагаемых. Фи по модулю в квадрате, Фи по модулю в четвертом. И каждый из этих членов содержал одну константу переди себя. Ну и квадраты ляма. Вот. Теперь давайте введем чуть побольше таких слагаемых. Вот смотрите. Значит, есть Фи1 по модулю в квадрате, да? Есть Фи2 по модулю в квадрате. Вот. Есть Фи1 по модулю в четвертом. Есть Фи2 по модулю в четвертом. Я давайте для простоты написал одинаковый константу лямда здесь и здесь. Но есть еще и взаимодействие между этими разными полями. Между этими дублетами. В принципе, такое можно написать. Ничему это не противоречит. Теорию это не рушит. Это все нормально. Например, можно написать взаимодействие между модулями первого и второго. Можно написать вот такое вот кросс-заимодействие. Видите, есть Фи1 по модулю. Фи1 коррест Фи2 и это возводится по модулю в квадрате. И можно даже написать вот такую штуку. Видите, Фи1 коррест Фи2 просто в квадрате плюс сопряжен. На самом деле можно написать еще много слагаемых. Я их пока не пишу. Я просто рассматриваю вот эту модель. Эта модель легко пишется руками, расписывается руками на несколько страниц. И вот мы кое-какое вычисление сейчас с вами сделаем. А кросс-заимодействие просто так или тоже, да? К кросс-заимодействию или из каких-то соображений? Мы сейчас изучаем просто последствия того, что мы вводим какие-то слагаемые в теории. Все возможные. Ну то есть мы все возможные. Ты скажешь, что это должно быть все возможные организовать. Это не все возможные. Все возможные гораздо больше. Но когда люди изучали вот эту модель, выяснилось, что некоторые параметры, некоторые слагаемые очень важны для тех или иных явлений. И вот я поэтому минимально очистил от сложностей, чтобы оставить некоторые явления интересные здесь. То есть это кросс-заимодействия приводит... Без него было бы безмассовый скаляр. То есть она нужна для того, чтобы некоторые хиксерские бозоны стали массивными. Значит, когда мы будем искать минимум, мы его, давайте сейчас сразу скажу, будем искать в таком виде. То есть у нас вакуум по-прежнему будет сохранять электрический заряд. То есть никакой электрический заряд не может утекать в вакуум и не может рождаться из вакуума. Как мы выяснили в прошлый раз, это означает, что вакуумное ожидание от этого поля, среднее значение по вакууму, должно здесь иметь нолик, а здесь какое-то число. Но сейчас у нас два дублета, поэтому в принципе оба этих дублета могут получать какое-то ненулевое вакуумное ожидание. Вот напишем V1 и V2. Сумма их квадратов на самом деле зафиксирована. То есть она зафиксирована массами W и Z-базона. Вот здесь все стандартно. Но отношения могут быть разные. И поэтому я сразу даю такое отношение V2 к V1, которое называется в этой нолике тангенс β. В это просто некий параметр, который описывает то, как распределено V между двумя дублетами. Это величина, которая нам потом появится для вычислений. Ну и что, как мы теперь поступаем? Нам надо найти V1 и V2. Нам надо их найти из требования того факта, что вот этот потенциал минимизируется в этой точке. То есть как мы находим минимум кункту? Мы дифференцируем ее по всем полям, по всем переменам, которые у нас есть. И потом находим точку экстремума. И потом проверяем, что это точка экстремума, на самом деле точка минимума. Стандартная процедура. Вот давайте посмотрим, что происходит. Вот, значит, мы берем, сначала переписываем фиксовский потенциал уже как бы в этой точке, но с величинами V1 и V2 переменами. То есть мы хотим подобрать так, чтобы потенциал имел минимальное значение. Значит, мы дифференцируем этот потенциал по V1, вот получается некоторая такая штука. Здесь, на самом деле, сразу три слагаемых дают одинаковый вклад. То есть лямбда 3, лямбда 4, лямбда 5. Несмотря на то, что они, в общем-то, выглядят по-разному. При дифференцировании по V1 они дадут один и тот же вклад, поэтому я обозвал их вместе все лямбда 3, 45. Тоже стандартная величина, которая в этой науке возникает. Дифференцирование по V2 дает такую штуку, и мы теперь хотим, чтобы приравнять обе эти вещи к нулю. Но еще нам надо проверить, что вторые производные, значит, у нас дают матрицу, которая положит на определенную, чтобы у нас была не седловая точка, а чтобы у нас был именно минимум. Я здесь прямо явно написал, что происходит, если мы дважды дифференцируем, скажем, по V1. То есть у нас прежде всего, вот скажем, смотрите, если мы вот это дифференцируем по V1, у нас V1 убьется, останется вот эта скобочка, вот она написана, это скобочка от первого выражения. Плюс, когда мы, наоборот, оставляем вот это и дифференцируем вот это по V1, остается вот эта вещь. Здесь все понятно. То есть мы просто дифференцируем эту кубницу. Аналогично для дважды второго развода по V2 и аналогично для кросс-производной. И на самом деле здесь вот это вот, вот это уравнение, вот эти системы уравнений можно решить явно, без проблем. Любой, даже школьник, ну, старшеклассник это может сделать, надеюсь. Но с точки зрения физики здесь возникает несколько интересных сразу явлений. Значит, здесь у этой модели есть несколько фаз, которые вообще-то сильно отличаются друг от друга по своим феноменологическим проявлениям. Но прежде всего, может получиться так, что решением этого уравнения будет только значение V1 и равняется V2, равняется нулю. То есть никакого вакуумного ожидания тут нет. То есть получается у нас электрослабо симметричная фаза сохраняется, то есть никакого спонтанного нарушения симметрии нет. Это то, что было до спонтанного нарушения симметрии, например, при высокой температуре. Вот. Дальше. У нас может оказаться, возникнуть ситуация, когда V2 равняется нулю, а V1 не равняется нулю. Может возникнуть ситуация наоборот, когда V2 не равно нулю, а V1 равно нулю. Вот. Ну, я назвал это фазу V1, V2. И может возникнуть фаза, когда оба V1 и V2 не равны нулю. Явные условия, когда мы переходим из одной фазы в другую, очень легко написать, без проблем нарисовать на графике параметры. Это вы сами можете сделать. Давайте сейчас для простоты возьмем вот эту фазу С, потому что в ней сразу несколько явлений есть. Вот бегем в эту фазу С, то есть есть V1 какой-то, есть V2 какой-то. То есть у нас есть два конденсата, которые заполняют всю Вселенную, через которые движутся частицы, как-то цепляются к ним, получают массу из этого. Мы хотим изучить, какие хиксерские базоны возникают в этой теории. Вот величина тангенс бета, помните, которая была, отношение V2 к V1, она уже отлично отнуляет бесконечность, то есть это просто какое-то число. Мы дальше что делаем? Мы раскладываем поля относительно минимума. Вот, значит здесь есть V1 и относительно минимума мы раскладываем поля. То есть мы считаем, раскладываем в направлении H1, в направлении перпендикулярном H1, в комплексной, ну, в этой плоскости. И мы также пишем какие-то вот небольшие колебания заряженных полей. Явно это все расписываем, выделяем из этого квадратичное слагаемое. Это все стандартная процедура, которая позволяет нам найти массы скалярных частиц. Вот, явно расписываем вплоть до квадратичного слагаемого и получаем вот некоторую комбинацию полей и некоторую комбинацию лямб. Вот здесь она явно переписана. То есть видите, возникает вот из этих полей красненьких, может быть здесь не очень видно, но они красненькие. Вот из них возникают загаженные Хиггсовские бозоны. Причем Хиггсовский бозон, то есть физический Хиггсовский бозон, это не W1 и не W2, а вот такая комбинация. Именно эта комбинация остается вот в квадратичном потенциале. Ортогональная комбинация с косинусом здесь и плюс-синусом здесь, она исчезает оттуда. Это то, что в глобальной симметрии является Голлстоненским бозоном, а в локальной симметрии это потом просто исчезает, превращается в продольную компоненту W-Z бозона. А вот это Хиггсовский бозон, который остается. Возникает вот такая штука А, которая берется из этих мнимых частей, это 1, это 2, и причем она с тем же самым коэффициентом входит. Ну и возникает некоторая комбинация вот этих полей H1 и H2, которые, в общем, чуть посложнее. То есть там надо диагонализовать матрицу, но это не принципиально. Главное, что возникает действительно 5 Хиггсовских бозонов. Два заряженных здесь, то есть H3, H-. Псевдоскалярный, который, в общем-то, в этой теории является псевдоскалярным бозоном. И два настоящих скаляра, которые называются H-маленькое, H-большое. H-маленькое это легкий, H-большое это тяжелый. Который является суперпозицией вот этих H1 и H2. То, что возникает просто при таком совершенно примитивном упражнении, минимизации этого потенциала. Значит, дальше. А там что, галстонные заряженные получили? Да, галстонные заряженные. Ну, а именно они потом убиваются, чтобы дать массу W-бозонам. А, то есть их реально нет в теории. Ну да, да. То есть это на уровне глобальной симметрии были бы галстоны, на уровне локальной симметрии все они уходят в W-бозон. А вот эти Higgs'ы заряженные так и ожидаются, или это пока просто конструкция? Ожидаются, почему нет, конечно. Даже есть целые конференции, которые посвящены заряженным Higgs'овским бозонам. А же 0 уходит в Z0, да? Да, да. 0 уходит в Z0. Вот, ладно, это был скалярный сектор этой теории, теперь поговорим про фермионы. И здесь, на самом деле, есть куча вариантов. Их даже классифицируют по-разному. Например, вот здесь эти теории отличаются тем, как мы цепляем Higgs'овские бозоны к фермионам. То есть есть варианты, когда некоторые Higgs'овские бозоны цепляются только к одним фермионам, а некоторые к другим. Например, да. И самый простой пример, например, так называемая модель типа 1. Когда поле F2 дает массы всем фермионам, а F1 вообще не цепляется к фермионам. Оно просто участвует в массе WZ-бозонов, но не трогает фермион. Например, тип 1. Есть тип 2, когда мы разделяем верхние все частицы, то есть верхние кварки и нижние кварки, и говорим, что поле F2 цепляется только к верхним кваркам, поле F1 цепляется только к нижним кваркам. Есть модель типа X, когда F2 цепляется только к кваркам, F1 только к лептонам и так далее. Здесь можно много чего строить, и люди это подробно изучают. Здесь есть большой простор для феноменологии. Эти варианты, которые ничем не запрещены пока что, они все на рамках права. Сначала, когда мы просто строим теорию, мы должны их рассчитывать. То есть на уровне теории они не запрещены ничем. Но дальше в некоторых из этих вариантов возникают не очень хорошие вещи. Например, Flavor Changing Neutral Currents. То есть нейтральные токи, нарушающие Flavor. На них есть большущие ограничения эксперимента, очень точные. Потому что если бы они существовали, то у нас были бы очень быстро распады на дамизонах. Поэтому не многие модели действительно сильно ограничиваются. Но тем не менее их, по крайней мере, поначалу можно рассматривать. Здесь самое важное, про этот фермионный сектор надо сказать вот что. Вот смотрите, в стандартной модели у нас есть очень четкая связь между массой фермиона и константой взаимодействия фермиона с Хиггсом. Это именно то, на что люди будут смотреть, когда они будут идентифицировать Хиггс. То есть когда мы увидим просто частицу Хиггсовский бозон, мы еще не знаем, что это Хиггсовский бозон. У него нет ярлычка какого-то. Мы будем смотреть, как этот Хиггсовский бозон взаимодействует с другими частицами. И одна из первых самых вещей, которую мы будем проверять, это проверка пропорциональности константы связи Хиггсовского бозона с частицей, пропорциональности ее массе этой частицы. Так вот, вот это соотношение будет нарушаться в двухдублетной модели. Но нарушаться очень конкретным образом. То есть полный бардак там все равно не может быть. Там будут определенные соотношения. То есть по сравнению со стандартной моделью, например, в какой-нибудь из этих моделей, скажем, типа 1 или типа 2, ну, инертипа 1. Некоторые, то есть Хиггсовские бозоны к некоторым фермионам будет цепляться пропорционально там тангенсу бета или там катангенсу бета. К некоторым наоборот, ослаблению. Ослаблению, например, пропорционально косинусу бета, скажем так. Вот это все можно, как бы, все эти связи можно записать. Из них можно построить некоторые правила, которые позволяют нам проверить, что эта модель действительно работает. Даже, в результате, если мы не знаем эти все углы, там бета, там еще есть углы альфа, неважно. Главное, что если мы не знаем эти параметры, мы все равно можем промерить все эти величины, просуммируть их правильным образом и убедиться в том, что перед нами действительно двухдублетная модель, а не какой-нибудь совсем фактически валя. То есть, вот на этом уровне, когда мы увидим хитсовский бозон, может быть, один или два, начнется действительно кропотливая работа. Сравнение того, как хитсовские бозоны цепляются с фирменами. Никаких результатов конкретных я здесь вам не показал, но я просто скажу, что это десятки, десятки, может быть, сотни публикаций. То есть, люди действительно это активно изучают. Давайте еще расскажу, какие последствия в этой модели бывают. Просто на уровне перечислений. Значит, что самое интересное в этой модели, что в ней можно ввести ЦП-нарушение на уровне скаляров, на уровне хитсовских бозонов. Давайте снова вспомним, как в стандартной модели было. В стандартной модели у нас есть ЦП-нарушение. ЦП-нарушение – это когда в матрице смешивания, скажем, кварков, есть какие-то комплексные величины, на уровне вычислений. Эти комплексные величины за счет хитсовского механизма переносятся в комплексные величины связи фирменов с хитсовским полем. Потому что хитсовское поле всегда можно сделать вещественным, без проблем. Поэтому эти комплексности, они обязаны быть заложены руками. То есть, в любом случае, в стандартной модели ЦП-нарушение мы закладываем руками. Здесь, в принципе, можно организовать так, что никаких комплексностей не было, они возникли спонтанно, сами по себе, когда величины V1 и V2 имели относительную какую-то комплексную фазу. То есть, видите, я тогда писал V1, V2, да? На самом деле, это могли быть и комплексные числа тоже, с какой-то относительной фазой. Так, средние по вакууму? Да. От комплексного поля. От комплексного поля. Без каких-то проблем. Так вот, в этом случае у нас происходит спонтанное ЦП-нарушение в хитсовском секторе. То есть, у нас уже нет четко определенного сколяра и четкого определенного псевдосколяра. У нас есть смешивание. То есть, у нас есть состояние с определенной массой, которое чуть-чуть сколяр и чуть-чуть псевдосколяр. Вот когда они цепляются к фирменам, они порождают ЦП-нарушение. Собственно, это была самая исходная мотивация Ли, который ввел эту теорию в 73-м году. Дальше. Здесь есть еще такая вещь, которая важна для экспериментов. Так называемый декаплин лимит. То есть, предел от щепления, наверное, сказать так можно. Вот, хитсовских бозонов здесь 5 штук. Но вполне может получиться, действительно, во многих вариантах получается так, что один из них очень легкий, ну, как обычный, который мы ждем, там, 150, скажем, там, 160, а все остальные очень тяжелые, там, в районе 500-700. И вполне может оказаться в этом случае так, что ЛХС не сможет обнаружить вот эти все более тяжелые хитсовские бозоны. То есть, он увидит только один хитсовский бозон, который самый легкий. И это будет выглядеть очень похоже на стандартную модель. И вот это, на самом деле, очень тяжелый случай для экспериментального анализа. Потому что, ну, если бы у нас сразу несколько хитсовских бозонов было, да, то так все классно, в общем. Мы видим, что действительно теория нестандартная. А тут у нас только один бозон. И надо внимательно изучать его свойства для того, чтобы понять, что за более фундаментальная теория, значит, у нас есть. Ну, тем не менее, вот, к сожалению, в этой модели такой случай имеется. Вот. Третья вещь, которую хочу помянуть, может быть, даже кто-то уже про нее говорил, это инертная модель. Значит, инертная двухдублетная модель, это такая модель, в которой, например, среднее вакуумное ожидание от второго дублета равно нулю. Если этот второй дублет еще к тому же не цепляется к фермионам, то получится с точки зрения феноменологии очень интересная ситуация, что хитсовские бозоны, которые идут из второго дублета, они массивные, но они ни на кого не распадаются. Они стабильны. И они являются естественными кандидатами в темную материю, в частицы темной материи. И поскольку все это происходит на масштабе электрослабом, то у этих частиц получается масса, там, вполне естественно, порядка нескольких сотен ГФ. Это как раз то, что астрофизики... Что ты имеешь в десятках? Почему десятки? Скорее десятки. Ну ладно, от десятков, ну а что, сотни тоже могут быть. Ну ладно, в общем, начиная от десятков ГФ. Это то, что астрофизики тоже, в принципе, любят. То есть, видите, здесь попутно у нас возникла естественная возможность идентифицировать частицы темной материи с этими инертными хитсовскими бозонами. В этой теории, на самом деле, есть немножко и более богатая физика, которая немножко более экзотическая. Например, здесь можно устроить вакуум, который не сохраняет даже электрический заряд. То есть, понятно, что к нашему миру прямо сейчас это не относится. Потому что все-таки вакуум у нас заряд сохраняет. В заряд электрический не утекает вакуум, он сохраняется, частицы имеют нормальный заряд. Но можно написать такое решение, подобрать такие параметры. В довольно большом области пространства параметров есть такое решение, что вот здесь в вакууме тоже появится какой-то ненулевой член. В этом случае у нас получается очень странная ситуация. Фотон будет тоже массивным. То есть, у нас полностью спонтанно нарушается группа СУ2НО1. Просто до ничего. Фотон будет массивный. Нормального понятия заряда у нас не будет. В общем, будет билиберда всякая. Казалось бы, зачем это изучать, если это к нашему миру не относится. На самом деле, если двухдублетная модель реализуется в нашем мире, то возможно, вполне вероятно, что именно такая ситуация могла бы быть в ранней Вселенной. Когда Вселенная была очень горячая, потом остывала, то она могла проходить через разные необычные фазы. Вот это же тоже термодинамическая фаза этой модели. Она могла пройти сквозь нее, там мог быть промежуточный этап. И тот факт, что мы пошли через фазу с ненормальным понятием заряда, то есть заряда тогда не было никого, сохраняя электрического заряда не было, фотонов тоже не было. У нас не было, никому не было. Да нет, ну это было очень рано, у нас тогда точно не было еще рано. Так вот, это все может иметь некоторые космологические последствия. Ну, эти последствия еще предстоит изучить. В общем, это один из таких экзотических вариантов, который, в принципе, может иметь отношение даже к космологии. Игорь, все-таки непонятно, вот V1 и V2 это вакуумное среднее скалярного поля. Как вы их могли сделать с комплектами? Скалярное комплексное поле. Ну и здесь у меня стоит комплексное поле всегда. Комплексное может быть только заряженное поле. Почему? Нет, конечно. Нейтральное не может быть. Как это? В общем, если это все аккуратно расписать, то там все будет. Исперите, можно услышать? Да. Ты говоришь, вакуум может заряд... Да, поглощать себя. А обратно выделять? Ну и обратно тоже. Просто нет сохранения заряда. То есть летит частица, да? И она может в процессе, ну в какой-то своей жизни, там, не знаю, распад или просто движения, изменить свой заряд. А, в смысле вот это? Да. Отваренная асимметрия это нельзя? Ну, прямо здесь нельзя. Потому что если вы просто... В общем, идею нетривиального вакуума. Понимаете? Ну, я не знаю. Прямо к барионной асимметрии, наверное, прямо это не применить, да? Вот это можно использовать для, скажем, генерации барионной асимметрии, ну, как дополнительные условия для генерации барионной асимметрии. То есть, когда вы проходите через эту фазу, у вас там есть ЭЦП-нарушение, да? И, на самом деле, там фазовые переходы первого рода могут быть, в общем. Ну, есть второго рода, но, в общем, да. Можно сделать и первого рода тоже. Вот. То есть, вот в этот момент, когда вы проходите через эту фазу, если еще подобрать там несохранение барионного числа, тогда можно, наверное, генерировать и асимметрию бариона. Ну, для барионного устранения нужно обязательно механизм нарушения барионного заряда. Ну, да. Это неизбежная вещь, которую надо дополнительно описать. То есть, это прямо не даст барионную асимметрию. Вот. Значит, давайте еще несколько слов, пару слов скажу про более сложные ситуации. Вообще говоря, когда вот мы, еще раз скажу, строим теорию, да, мы сначала хотим изучить, что вообще возможно, если мы делаем какое-то теоретическое предположение. То есть, вот берем два хиксовских дублета. Мы говорим, что они как-то взаимодействуют друг с другом, и мы хотим получить полный список явлений, принципиально новых явлений, которые возможны в этой модели. Значит, когда мы так делаем, то мы, на самом деле, не должны ограничиваться какими-то конкретными параметрами к потенциалу, мы должны писать все, что можно. Вот, когда мы пишем все, что можно, у нас есть очень много слагаемых. То есть, в принципе, здесь есть 14 слагаемых, у каждого свой свободный параметр, 14 свободных параметров. В общем, анализировать это сложно, и более того, аналитически невозможно. Потому что, если вы попытаетесь взять этот потенциал, а он, казалось бы, простая функция, да, то есть, квадратичные слагаемые, четырмичные слагаемые. Но, тем не менее, когда вы попытаетесь его продифференцировать по полям, и на движение ему, то у вас ничего не получится. У вас возникнет уравнение, там, шестого порядка алгебраической, которая не имеет, вообще говоря, решения явных функций. Поэтому в этой модели, на самом деле, запрятано много того, что вы не видите, прямо делая вычисления руками. Вам надо как-то преодолевать эти проблемы. И вот в последние годы, там, наверное, последние годы 10, несколько групп работало над тем, как преодолевать эти вычислительные проблемы и хоть что-то узнать про общую двухдублетную модель. Ну, вот кое-какие результаты были получены. Я здесь, конечно, очень кратко написал. То есть, несмотря на то, что вы не можете найти минимум потенциала, и, казалось бы, вы не можете вообще явно найти феноменологию, вы можете, тем не менее, узнать кое-что про общее свойство этой модели. Например, какие симметрии в ней бывают, как эти симметрии могут нарушаться, сколько минимумов там бывает, как эти минимумы сосуществуют друг с другом, какие фазовые переходы могут быть. Можно даже написать полную фазовую диаграмму этой модели и так далее. В общем, это нечто, что действительно можно сделать без проблем. Проблемы используют только общее свойство модели, без явных вычислений. Значит, это был такой самый большой пример, который я показывал двухдублетную модель. Теперь я покажу несколько таких примеров покороче, которые просто иллюстрировали то, что там вообще бывает. Ну, сначала я вкратце скажу про то, что получится, если мы вот эту идею о Хиггсовских поколениях продолжим дальше. Вообще говоря, ну вот если мы уже сказали, что два дублета есть, то никто нам не мешает сказать, что три дублета есть. Может быть, четыре, пять, шесть и так далее. То есть на самом деле здесь, если мы осмелились идти больше, чем один дублет, значит, дальше уже смелости нам хватит чего угодно написать. Потому что на самом деле мы физически говорим всего лишь одну мысль. Мы хотим добавить просто поколение, то есть идею о поколениях мы переносим и в Хиггсовский сектор. В конце концов, вот в фермионах тоже у нас есть три поколения фермионов, и мы не знаем, откуда они берутся. В Геройде есть три поколения. Почему бы несколько поколений не написать в Хиггсовский механизм тоже? Ну и вопрос, что при этом возникает? На самом деле люди, конечно, изучали много вот этого всего, но они изучали не в общем случае, а просто писали какие-то конкретные модели. Скажем, там Вайнберг давно трехдублетную модель написал, у Адбера есть шестидублетная модель. Не так давно, значит, Зи, он придумал так называемую модель приватного Хиггса. То есть когда каждому фермиону выдают свой собственный Хиггсовский ополе, который, значит, дает именно ему массу, и, в общем, они как-то взаимодействуют друг с другом. Казалось бы, зачем нужно плодить столько ополей, да? Ну, общая мысль такая, что когда мы вводим много Хиггсовских дублетов, можно вполне естественно организовать их взаимодействие так, чтобы решилась проблема фермионной иерархии. То есть чтобы у фермионов само по себе получился большой разброс масс. Вот в стандартной модели эта фермионная иерархия мешает нам, потому что у нас есть масса электронной, масса топ-кварка, и получается в 100 тысяч раз. Откуда такое большое число получилось, непонятно. Есть еще куча частиц в промежутке. Вот, скажем, в модели Z, приватного Хиггса, более-менее естественно получается большой разброс масс у этих разных фермионов. Ну, это, конечно, не говорит, что это прям модель верна, но просто интересная попытка решить проблему фермионных иерархий. Вот. Никаких, ну, практически никаких самых общих результатов здесь нет. То есть на самом деле здесь еще можно изучать эту модель и изучать. Потому что здесь тоже, естественно, никак не минимизируешь потенциал. Количество свободных параметров огромное. Вот писать руками нереально ничего. На компьютере считать тоже нереально ничего. Слишком много параметров. Поэтому надо использовать какие-то более хитрые аргументы. Ну, вот кое-что там было пощадано. Так, значит, следующий пример. Это когда мы добавляем не дублеты, а симблеты. Значит, смотрите, то есть вообще говоря, почему мы говорим про дублеты Хиггсовские? Потому что если бы Хиггсовское поле было не дублетом, а, скажем, триплетом, синглетом или еще чем-то, тогда очень сильно бы нарушались соотношения между массой W-бозона, массой Z-бозона и косинусом угла Ванда. То есть самый главный Хиггсовский бозон, он точно должен быть дублетом. А уже потом, когда мы строим теорию, мы можем добавлять разные другие представления группы электрослабой. Например, синглеты. И здесь тоже есть интересные такие варианты подумать о том, какие проблемы может решить такой синглет. Значит, здесь небольшая мотивация такая есть, почему вообще люди это изучают. Там не минимальные супрасимметричные модели, но бог с ними. Я вот хочу вам рассказать про такую штуку, называется Хиггсовский портал в скрытую долину. Так вот романтично называется. Значит, что такое скрытая долина? То есть, в принципе, люди представляют себе, что у нас, ну, они фантазируют, что у нас тут кроме набора частиц взаимодействия, которые мы видим, может существовать какой-то теневой набор частиц и теневых взаимодействий, которых мы не видим. Мы их чувствуем через гравитацию, конечно, эти частицы. Но вот этот сектор теневой, он может быть довольно сложным. То есть, там тоже могут быть какие-нибудь там объекты, ну, не знаю, планеты или нет, но тем не менее, какие-то объекты, какие-то сложные силы, там, может быть, атомы, молекулы и так далее. Самое главное, что нормальные взаимодействия они этих частиц не чувствуют. И наоборот, наши частицы не чувствуют тех взаимодействий. Они пересекаются через гравитацию, а также в некоторых моделях они могут пересекаться через практически единственное окошко, которое может связывать эти два сектора. И вот это окошко называется Хиггсовский портал. То есть, через Хиггсовский сектор мы можем связать эти два мира. Как это устроено? Ну, вот здесь я снова написал эту вещь. То есть, предположим, что кроме нашей материи и наших взаимодействий, есть еще и другие полиоматерии и другие взаимодействия. Это все называется скрытая долина, куда мы хотим попасть. И поэтому, когда мы строим фильмы, мы пишем Лагранжан нашего мира. Вот он, Лагранжан, скрытая долина. И мы хотим придумать такой Лагранжан, который перекидывает мостик, связывает нас, вот эти два мира. Наш мир с миром скрытой долины. Это на самом деле нормальный термин, который прямо в заголовках статьи вывезут. Скрытая долина. Значит, теперь мы думаем, что мы, в принципе, можем вот сюда вот написать, так, чтобы теория в целом была хорошей. То есть, перенормирована теория, которую мы любили. И оказывается, что вариантов тут очень немного. Здесь есть два варианта. Один из них это смешивание кинетическое, на уровне бозонов калибровочных. А, калибровочных бозонов. А вторая вещь это вот Хиггсовский портал, который сейчас вам покажу. Значит, смотрите, что такое Хиггсовский портал? Вот, когда мы, значит, смотрите, когда мы вообще рассматриваем какую-то теорию, когда у нас есть Лагранжиан этой теории, и мы хотим, чтобы она была перенормируемая, есть общие теоремы, которые говорят нам о том, что для калибровочных теорий Лагранжиан не может включать в себя взаимодействие между полями со степенью, ну, энергетической степенью выше четырех. То есть, практически все, за исключением одного, то есть, все, за исключением одного слагаемого в Лагранжиане стандартной модели имеют размерность ровно четыре. И из-за того, что они имеют размерность ровно четыре, перед ними стоит безнасовый коэффициент. Это очень хорошо, это мы любим. И только в единственном слагаемом стандартной модели есть размерный коэффициент, потому что он стоит перед оператором в размерности ниже, чем два, ниже, чем четыре. Это вот это слагаемое в Хиггсовском потенциале. В стандартной модели было просто μ квадрат хибрисфи. Если у нас несколько Хиггсовских дублетов, то там может быть несколько слагаемых, но самое главное, что они вот такой формы. А теперь давайте сделаем такую интересную идею. Вообще, говорят, не очень красиво, да? То есть у нас как бы вся модель строится, она вся содержит безмассовые коэффициенты, только один какой-то массовый коэффициент нам поставили непонятно откуда. Навязали нам руками. Давайте предположим, что он тоже получился динамическим. То есть он получился как среднее ожидание, вакуумное ожидание от какого-то чужого поля. И вот в этой модели у нас одновременно появляются две возможности. Во-первых, мы можем связать наше Хиггсовское поле с каким-то новым скалярным полем, которое пришло неизвестно откуда. И во-вторых, в этой теории полностью исчезают размерные параметры. Все становится безразмерным. Все коэффициенты уже становятся безразмерными. На уровне вычисления что это значит? Это значит, что вместо вот этого слагаемого, который здесь был, мы на самом деле пишем взаимодействие между Хиггсом, который у нас здесь есть, и некоторым новым полем Сигма, которое нам пришло из той скрытой долины. Это поле Сигма за счет каких-то механизмов там получает вакуумное, не нулевое вакуумное ожидание, которое и воспринимается нами как минус му квадрат. Ну, из-за коэффициента это, значит, оно может стать отрицать. Минус му квадрат. И именно вот эта штука порождает весь каскад процессов, которые дают наш мир. То есть оно делает спонтанное нарушение электрослабосимметрии, частицы приобретают массу, и мир становится таким, каким мы его видим. То есть видите, в этой модели, на самом деле, хоть мы и не чувствуем непосредственно вот эту скрытую долину, она может служить таким спусковым колючком, который порождает наш мир вот в нашем обычном секторе, таким, каким мы его видим. Да, значит, что здесь еще можно сказать? Когда люди написали вот эту гипотезу, они попытались представить себе, какие могут быть экспериментальные подтверждения, опровержения этой модели. Все они, на самом деле, следуют из этого Лагранжана, связи нашего мира с миром темной долины, скрытой долины. Когда, вот смотрите, когда здесь вот этот сигма, вот это полисигма нарушается, она приобретает вакуумное ожидание. То есть кроме просто числа, здесь появляется и такой хикс, который оттуда из скрытой долины идет, а также получается хикс из скрытой долины в квадрате. Значит, наше поле, хиксовское поле, оно тоже уже, в общем-то, приобретает вакуумное ожидание. И здесь есть вот такие коэффициенты. То есть, значит, линейные коэффициенты, квадратичные по хиксам. И вот представьте себе, вы вот эту штуку раскладываете сейчас в ряд, да, и смотрите, какие у вас есть взаимодействия. И вот здесь есть несколько вариантов. Например, первый вариант такой, что если среднее вакуумное ожидание от того поля сигмы, которое пришло у нас из скрытой долины, не равно нулю, то у нас возникает просто квадратичное, квадратичное слагаемое в Лагранжане. То есть вот этот хикс здесь, и вот этот хикс теневой, вышедший оттуда. Вот это приводит в результате к перемешиванию, спонтанной осцилляции нашего хикса в хикс той темной долины. Собственно, это и есть та идея, почему это назвали хиксовским порталом. Напрямую мы породить частицы из той долины не можем, но мы можем породить хиксовский бозон. Этот хиксовский бозон, конечно, распадается, но пока он летит, у него есть какая-то вероятность небольшая, превратится в хиксовский бозон из того мира, который, в общем-то, мы не чувствуем. И тогда он может распасть уже на те частицы из того мира, которые, естественно, мы не детектируем в детекторе, они просто улетают. Мы в детекторе, кстати, видим потерянный поперечный импульс. Это типичное проявление этой модели, ну и вообще такого типа модели в детекторе. В принципе, может оказаться так, что прямое смешивание невозможно. Но все равно, в общем, не страшно, потому что даже если вот этого слагаемого нет, у нас есть взаимодействие хиксовского бозона нашего с двумя хиксовскими бозонами из того мира. То есть хиксовский бозон, который мы рождаем на коллайдере, тоже может, немножко пролетев, эволюционировать в те хиксовские бозоны, которые там распадутся на какие-нибудь там новые частицы. То есть вот эту вещь люди изучают, и это называется хиксовский портал. То есть новый способ поглядеть на ту физику, которую мы без хикса просто не видим никак, кроме как через гравитацию. Более интересно будет, если физики в том мире устроят у себя коллайдер, родят тот хикс, он просцелирует в наш, и у нас распадется ни с того, ни с сего. Это верно, да. Надо, конечно, сделать так, чтобы они еще попали в пространстве, примерно в районе детектора. На самом деле, если бы, конечно, там была планета какая-нибудь, другого вещества, которое летало бы вокруг Солнца или другого Солнца, то мы бы, конечно, чувствовали через гравитацию это все. То есть, скорее всего, если вот тот мир существует, то там законы такие, что они не позволяют образовать слишком компактный объект, слишком крупный объект. Мы для них темная материя, они для нас. Да, может быть так. Позываются параллельные миры. Индзирование исключает, чтобы они жили на планетах и имели свои звезды. Ну, на самом деле, кто знает. Может быть, они просто очень маленькие, мы их не замечаем, потому что они все очень компактные объекты. Вот. И еще одна вещь расскажу. Это что получится, если мы добавим сюда триплеты. Значит, вообще говоря, можно добавлять разные представления группы СУ-2. Самое главное, чтобы вот в этом представлении группы СУ-2 было нейтральное поле. Потому что мы тогда дадим ему вакуумное, не нулевое вакуумное ожидание. То есть, вакуум действительно будет нормальный, сохраняющий заряд. И там, что-нибудь интересное будем получать. Вот, скажем, если у нас есть Хиксовский триплет, то мы можем его организовать вот так. У него есть три компоненты. В отличие от дублета, в котором есть заряженный компонент и нейтральный, у него есть дважды заряженный компонент, а просто заряженный и нейтральный. Вот этот Хиксовский триплет. Как я говорил, значит, он должен быть введен только в нагрузку к обычному хиксу потому что нормальный, самый главный хикс он должен быть дублетом но тем не менее, раз у нас есть такой хикс и такой хикс то вот можно писать такое некоторое взаимодействие между ними и самое важное, самое интересное получается тогда, когда мы пишем взаимодействие между этим триплетом и двумя дублетами то есть видите, если у вас есть триплета триплет это как бы два дублета по квантомеханике мы проходили когда вы складываете спин спин одна вторая, спин одна вторая то их можно сложить в триплет то есть в спин единицу то есть взаимодействие с спином на вторая, спином на вторая со спином единицы в целом работает вот здесь это взаимодействие на пикпой написано то есть вот по компоненту причем разложено, то есть на самом деле это дублет-дублет, свернутый с триплета и если по компонентам посмотреть здесь взаимодействие двух феноль скалярных наших обычных кси-0 взаимодействие с заряженного нашего хикса и нейтрального ксиминус и взаимодействие двух нейтральных значит, что интересно в этой модели вот смотрите здесь можно вполне естественным образом сделать сильный дисбаланс между вакуумными ожиданиями этих двух полей феноль и ксеноль то есть вот этот ксеноль нейтральное поле, оно тоже получит какое-то ненулевое вакуумное ожидание феноль получит ненулевое вакуумное ожидание и можно легко устроить так без проблем чтобы вакуумное ожидание было сильно разным для чего это нужно? а это нужно потом, когда мы собираемся давать массы нейтрино то есть оказывается, что в этой модели без проблем можно дать очень маленькие массы левого нейтрино без введения правых нейтрино то есть записав вот такую штуку нейтрино непосредственно цепляется ксеноль есть в принципе еще и электроны которые цепляются кси плюс плюс и так далее и оказывается, что если настроить вот этот один только масштаб вот этот m квадрат сделать его большим порядка 10-13 герва то есть с какого-нибудь масштаба объединения мало ли откуда эта теория может быть она получается с масштаба великого объединения то тогда как раз получаются более-менее разумные массы нейтрино левых нейтрино без введения правого что интересно еще в этой модели значит в этой модели сам по себе не сохраняется лептонный заряд значит как это видно это видно по той причине, что вот это поле ксеноль а, ну давайте на кси плюс плюс смотрите, кси плюс плюс согласие вот с этим взаимодействием означает, вот это поле означает, что хиксовский бозон h плюс плюс сможет распадаться на два лептона то есть два лептона одинакового знака то есть с лептонным числом минус 2 одновременно вот этот кси плюс плюс может распадаться на два хиксовских бозона отрицательно заряженных ну или на два буллстоуна на W но W уже лептонного заряда не несут то есть получается одна и та же частица может распадаться в конечном состоянии как с лептонным зарядом 0 так и с лептонным зарядом минус 2 то есть в этой теории возникает небольшое, но тем не менее присутствующее ненулевое нарушение лептонного числа и вот когда люди посчитали немножко это все ну построили более реалистичную модель посчитали там как-то все происходило в районе Вселенной в общем-то все здесь можно настроить так чтобы дать спонтанно чтобы дать несохранение лептонного числа потом барионного числа в нашем мире то есть это рассматривается как одна из моделей за пределами стандартной модели для бариогенезиса объяснение происхождения доминирования вещества на дате вещества ну ладно в общем я больше вас мучить не буду просто скажу что на самом деле я только как бы начал перечислять разные варианты хиксовского механизма и они были довольно простые а есть еще более сложные в которых хикс на самом деле не является фундаментальной частицей является связанным состоянием или когда хикс является динамическим объектом и так далее есть еще модели при которых хикс объединяется с калибровочными взаимодействиями а есть вообще даже модели без хиксовские на самом деле более экзотичные в которых есть сложная гравитация которая спонтанно нарушает электрослабую симметрию и так далее в общем на самом деле если список прямо писать моделей спонтанного нарушения электрослабой симметрии я думаю там несколько десятков теорий наберется вот эти теории разработаны более-менее теоретики ждут когда их начнут проверять и я надеюсь что в ближайшие пару лет когда сколько-нибудь обратных хинтабар накопится на LHC мы наконец-то сможем закрывать эти модели а можно чего-нибудь еще и откроем это будет конечно круто но пока что мы ждем данных здесь еще парочка ссылок есть но в общем-то эта тема стандартная поэтому люди постоянно читают какие-то такие большие лекции публикуют книжки, публикуют автуры все это можно найти в архиве на разной степени сложности или наоборот простоты в общем здесь вот несколько ссылок в том числе из Уфуэна есть одна на русском языке так что заходите можете почитать ну все, спасибо спасибо большое ну пока люди придумают вопросы у меня конечно главный вопрос как будут отличаться сигнатуры для тех или иных на что мы должны смотреть на LHC если там скажем что-то улетит это не чарди, а не нейтролино а скажем фикс который улетел к другим невидимым скрытой долине и так далее так ну значит смотрите на самом деле есть частицы которые явно характерны для такого типа модели скажем если вы увидите дважды заряженный хикс то это триплет вполне может быть триплет то есть хикс с двойным зарядом плюс два конечно самое сложное получится если вы таких экзотических хиксов не увидите частиц не увидите а вы увидите только обычный нейтральный хикс тогда будет конечно тяжело надо будет внимательно измерять константы связи этого хикса с другими частицами и уже потом подгонять это под разные ну то есть подгонять параметры теории под эти данные это очень сложная кропотливая работа я надеюсь что до такого дела не дойдет ну потому что действительно тогда уже трудно будет сказать какую модель мы имеем то есть мы имеем какие-то данные и они в общем подходят под целый класс моделей какую модель выбрать то есть все объяснится самой минимальной модели может быть не минимальной может быть понимаете минимальной ладно это будет отдельная проблема может быть мы увидим что что-то не минимальное но если не минимально тогда вариантов много и получится может быть так, что два десятка теорий скажут, что вот мы, подкрутив параметры, можем это объяснить тоже вкусная картина я говорю, что надеюсь, что до этого не дойдет так что будет потом много работы для линейного коллайдера еще да, да, да хорошо, ну тогда прошу вот у меня старое воспоминание которое немножко противоречит тому, что вы говорите вот трехдублетная модель Вайнберга 30 лет назад нам, по-моему, основной мотив был это получить источник ЦП нарушения отличный на стандартной модели то я знал, что это минимум, может быть, три дублета потом оказалось, что двух достаточно значит, там ситуация такая когда у вас есть три дублета то вы ЦП нарушения никакими поворотами не сможете устранить из Хиггсовского сектора когда у вас есть два дублета то вы поворотом ЦП нарушения можете перекинуть из Хиггсовского сектора в константы связь в матрицу да, поэтому приписать ЦП нарушение в этом случае чисто Хиггсовскому сектору может быть не очень хорошо приписать то есть ЦП нарушение возникает тогда из-за взаимодействия Хиггсовского сектора и Фирменосе в трех дублета модели можно сделать так, чтобы ЦП нарушения всегда оставалась комплексной всегда оставалась во взаимодействии Хиггсов ну, одно другому не противоречит в двух дублета модели тоже есть такой вот новый источник ЦП нарушения а изменяются во всех этих моделях процессы, скажем, обычные врединамики то есть в которых новые частицы получаются? ну, только если за счет виртуальных поправок то есть, в принципе, вот эти частицы, заряженные новые частицы, да, если они циркулируют в петлях то, конечно же, они могут менять какие-нибудь эти процессы например, ну, вот, там, G-2, да если у нас есть заряженные Хиггсовские бозоны тогда они могут в петлях проскакивать вот, к ним уже цепляться, например, там, потом вот, и тогда это приведет к изменению этой величины, G-2 но там ограничения, в общем, не очень сильные оценить что еще? оценить можно, да? конечно, то есть люди оценили в разных вариантах этих моделей, да получаются какие-то ограничения на параметры этих моделей, которые не очень сильны экспериментально можно увидеть, что? ну, изменения а, ну, вот, в случае G-2, там просто число уже есть, и все то есть, как экспериментально это увидишь? через тонкие эксперименты просто мы смотрим на число и пытаемся подгнать опыт к каким-нибудь теориям это уже при высоких энергиях надо непосредственно рождать новые частицы, чтобы увидеть от пламени ну, или какие-то динамические новые эффекты видеть это при высоких энергиях а вот массы дублетной модели, да, от Hipsop, сильно не отличаются от суперсиметричных моделей, да, от Hipsop? значит, суперсиметричная модель использует, ну, в минимальном варианте использует двухдублетную модель, но с очень конкретными значениями коэффициентов в общей двухдублетной модели столько параметров, что там можно любые массы на самом деле вписать вот, и даже еще больше свободы остается, чтобы взаимодействие настроить тройное то есть на самом деле любой набор масс вот этих пяти хиксов, да, можно получить из какой-нибудь двухдублетной модели то есть на этом уровне ограничений прямо нет что такое техноцвет? что такое техноцвет? что такое техноцвет? техноцвет это, значит, да ну, я не готов сходу это говорить в общем, значит, это, грубо говоря, идея организовать в электрохлабых взаимодействиях нечто наподобие адронной динамики сильных взаимодействий то есть когда у нас фундаментальные поля какие-то есть, потом они объединяются в адроны, да, и мы уже видим адроны вот нечто подобное можно организовать и в электрослабой теории то есть это вроде как Хикс, но не дальше сильных взаимодействий да, да, да ну, это где-то не до Кобедова-Кладовского, на штабе я могу добавить немного можно подобрать параметры таким образом, чтобы некоторые Хиксы были, вот, я думаю, в блесной модели больше что некоторые Хиксы были бы легкими и человеческими, а некоторые сильно взаимодействовали это, пожалуйста, такие примеры существуют а нельзя все-таки избавиться от Хиксов, заменив их, скажем, связанными со состояниями тех же адронов какими-то сверх стабильными а адронов каких? Настоящих адронов? или каких-то новых там? ну, может быть, новых ну, все равно ведете, чем вы ведете какие-то новые, вы хотите вводить новые частицы? нет, лучше известно, то есть я хочу трехфюменное взаимодействие вести, сейчас не обсуждая его неперенармируемость, это на самом деле, так сказать, некое заглуждение в общем, есть модели, когда люди топ-кварковые конденсаты пишут и они играют роль источника спонтанного нарушения электрослабосимметрии но это более энергетические модели в принципе, топ-кварковым можно заменить топ-кварковым конденсатором можно заменить в принципе, такие модели есть вот так, замечательно нет, совсем простой вопрос вообще, к минимальной модели электрослабосимметрии откуда видно, что оставшееся одно поле Хиггса оно скаляр, а не псевдоскаляр это надо посмотреть на вершину а там и где гамма-5 еще присутствует вот через взаимодействие сверхового там обязательно есть и геничка, и гамма-5 значит, через калибровочные взаимодействия, что ли? нет, откуда гамма-5? Хиггс, ну там левая стоит вот, ну вот откуда-то оттуда точно не скажешь нет, взаимодействие с фермионами это в принципе нельзя увидеть потому что там просто нельзя отличить скаляра от псевдоскаляра нарушение почетности 100% там нет разницы это только из калибровочного сектора ну что его компонента съелась в продольную компоненту векторного поля а не псевдовекторного что-нибудь в этом роде хорошо есть еще вопросы если нет, тогда я на сколько понимаю сейчас студенческие сессии да спасибо 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 спасибо